Мы на месте. Мы приветствуем Николая. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверят. Посмотри визуально, что мешает сканированию. В ногах воронка у него. Воронка выходит, летит в клетку-тюрьму. А на теле у него вообще как робот. У него рука полностью в конструкции, голова. Какая рука? Правая. Правая его, хорошо. Скэнер просканирует эту конструкцию, отключая ее полностью. Включая все запутствующие чипы, датчики, импланты, видимые и невидимые, связанные с этой конструкцией, они подсвечиваются и пульсируют. Скэнер их видит, выключает все чипы, датчики, импланты, конвекторы и подключки. Видимые и невидимые выводят эту конструкцию из его биополи. И как это все выходит, формируется в шар. Но у него рука, голова и по позвоночнику идет подключка полностью, как такие, как шары какие-то, точки, большие диски. Ну, за два дня это не делается. Это уже довольно долго должен сидеть интерферент. Почему-то слово идет робот, робот. Сейчас узнаем, кто стоит за этим. Вот и вышло все. Отправляю в клетку-тюрьму. Отдаю команду. На счет три скэнера сканирует пространство над головой Николая под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все сим тонких тел Николая. Находит все. От конструкции воронки выстраиваю каналы к ответственным притягиваю всех в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. У него еще от этой конструкции, вот сейчас лучше видно, на левой ноге снизу что-то как металлическое такое же. Что это такое? Посмотри. Она это часть конструкции так же, как на руке была, на левой ноге до колена. Хорошо. Отключаю эту конструкцию, вывожу ее. И она летит в клетку-тюрьму. Есть. Хорошо. Кто у нас? Здесь демон, я так думаю, он 10. Демон. Хорошо. Гуманоид. Гуманоид. Ставим маячок зеленый, красный, органический, неорганический, загорается. Зеленый, если органический, если нет красный цвет. Зеленый. Хорошо. Гуманоид. Дальше. Красный дракон. Красный дракон. Хорошо. Все. Какой красный дракон у нас? 27-18. Ты был когда-то в этом биополе дракон? Нет, не был. По коей причине зашел? Он с домом связан. Ты в доме живешь? Мы его сегодня чистим. Значит, сколько ты присутствуешь в его биополе? Недолго. Месяц. Один месяц. Кто еще присутствует в квартире? Гуманоид, демон. Гуманоид, оплата есть. Хорошо. Демон присутствует. Хорошо. Итак, у нас гуманоид. Откуда ты? Серьез. Причина твоего прихода? Роботизирование. С какой целью? Роботизирование. Ага. Вот так. Вот что ты хочешь. Понятно. Хорошо. Тебе согласие, безусловно, никто не давал на такое действие. Правильно? И у тебя есть какое-то согласие от Николая в этом случае. Частички души воровал. Нет, не воровал. Он больше делал биоробота прямо в матрице Земли. Мы сейчас обсудим эту тему, но сейчас мы переходим к реверсу энергии в процессе работы. Я буду другие вопросы задавать, и мы вернемся к этой теме. Даю команду тонкой копии. Николай спроизирует все энергетические и сферические каналы к ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в его биополе. Каналы выстраиваются. Выстраиваются также каналы ко всем подключикам. Да и команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Николаю. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. А чем он тебя привлек вообще, гуманоид? Это был случайный какой-то выбор? У него есть страх. Страх. Расскажи об этом. А страх легко роботизировать. А как ты видишь этот страх? И о чем этот страх? Страхи бывают разные. Страх цикленный страх. Страх интерференции. Этот страх привлекает нас. Это нам знакомо, да, конечно. Если ты часто думаешь о своем страхе, то вполне возможно, что страх придет к тебе. И вот как раз этот случай. То, что мы боимся, мы притягиваем. И гуманоид услышал этот страх и пришел получить, наверное, какой-то профит, прибыль из этого дела. Ты воровал частички души в его биополе? Уже ответил, нет. Создавал биоробота в матрице Земли. Сколько тебе времени понадобилось? Как долго ты находишься в этом биополе? Семь месяцев. Понятно. Демон, десятый. Как объяснить твое присутствие здесь? Воронкой. Случайно или подкинул? Воронка его затянула, моя. Поймала. Сколько в ней герц? 14. Значит, у нее было меньше 14 герц, если она смогла войти в его биополе. На чем же, интересно, она удержалась? Что там было? Тоже страх? Какая частота низкая притянула твою воронку? У него спешка. Спешка – это тоже страх. Опоздать куда-то, не так ли? Спешка вывода делать, спешка, как рутина. То есть остановиться, задуматься и вникнуть в суть, и, может быть, изменить свое мнение о какой-то вещи, ему недоступно. Ты это хотел сказать? Ага. Хорошо, Дима, у меня вопросов нет. Еще последний вопрос, вернее, сколько ты находишься в этом биополе? Три месяца. Три месяца. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Закончен. Устанавливаю фильтры с золотой сеточкой на все эти каналы в порядке реверса. Николай забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чисто. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Николай себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Что идет, посмотри, Вера? От конструкции идет человеческая энергия, какая-то энергия жизни, радости, чистоты. То, что присуще человеку. А сколько ты собирался у него энергии забирать, гуманоид? Ты не понял. Я понял. Мой проект здесь объединено и смешано. Биологическая конструкция человека и синтетическая работоподобная конструкция добавлено к его органике. Ну, почему же я не понял? Чтобы тебе осуществить это... Это гибрид. Тебе нужно заменить его энергии на свои энергии. Смешаны. Вот. Я и спросил, в каком соотношении они смешаны? Сколько ты собирался у него энергии забирать? Ты не понял. Я не забираю у него энергии, и я его достраиваю. А. Смешивая свою конструкцию синтетического производства с его органическими энергиями. Хорошо. Смешивая и переплетая их. Все понял. Хорошо, здесь понятно. Как у нас с реверсом, Вера? Закончит. Хорошо. Начинаем вытаскивать то, что осталось. Демон, посмотри, на твоей чистоте что-то осталось. Осталось. Что, Вера? У него к ногам приделана такая веревка. Да. Как лосо обе ноги держит, и он ее дергает. Иногда так лодки заводят. Да. Или пилы, может. Да. И он его дергает и заводит несколько раз. И с ног поднимается энергия по этой воронке, которая давит на мозги, делая вот эту спешку, то, что он рассказал. Хорошо, выходи вытаскивает. Как будто он не успевает в своих мыслях. Понятно. Выходи, вытаскивай свою подключку. Скажи мне, где находится затемнение в биополе? По звоночнику. Спина у него. Хочешь забрать? Хочешь забрать эти затемнения? Да. Снимай все, что я оставил. Доложи, что ты все сделал. Я дам тебе отдельную команду. Он снял. Разрешай тебе забрать затемнение. Забирай и возвращайся назад. О. Куманоид, на твоей чистоте что-то осталось, что я не вытащил? Нет. Хорошо. Красный дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью. Где ты сидел? В каких чакрах? Сердце. Вытаскивай сердечную чакру. Разжигал его? Да, здесь плата, она небольшая пока, как диск. Ну, это пока. Тяжелял он ее, да? Достал. Хорошо, возвращайся назад. Итак, мы все убрали. Даю команду на рассинхронизацию. Николая с демоном, гуманоидом, красным драконом и всеми этими артефактами на счет 3-1-2-3. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готов. Включаем внутренний белый свет. Николая этим сетом он выдавляет. Все негативные патогены низкооперационные чужеродные, находящиеся в его биополе. 1-2-3. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. Есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Даю команду на контрольную проверку. Скэннеру пошла проверка. Он чистый, но у него есть неупокоенная душа, по-моему. Неупокоенная душа выходит, идет в клетку. Это женщина. Хорошо. Значит, давай сейчас разберемся с теми, кто есть уже. Итак, помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает канал, отстегивается и уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Красный дракон и демон. Я сейчас открою вам два портала. Вы пойдете в квартиру, уберете все свои подключки. Я проверю все. Демон покажет мне еще порталы. За это я соберу ему весь негатив в дорогу. Все понятно? Да. Открывается два портала в квартиру Николая-1-2-3. Демон уходит в этот портал и красный дракон уходит в этот портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Под воронкой демона открывается воронка в галактическое дроно. Она уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Обращаясь к Нилу, покойная душа, представься, как тебе обращаться? Элла. Элла, почему ты находишься в этом биополе и как долго? Третий день пошел. Три дня. В чем причина? Настало время мне уйти. Ты получила информацию про порталы? Да, именно. Хорошо, значит ты пришла к нам, да? Для того, чтобы мы тебе открыли светлый портал в Чистилище, чтобы ты могла уйти в точку исхода. Я почувствовала энергию, которая даст мне дальнейшее продвижение. Так и есть. Ты в правильном месте. В каком году ты закончила свою земную жизнь и в каком возрасте? Это последний мой вопрос. В 2023. 56 лет. Больше вопросов нет. Открывается светлый портал в Чистилище. Один, два, три. И Элла идет в этот портал. Ее куратор встречает. Все, кто ее любит и знает по ту сторону, встречает Эллу. Мы желаем ей всего наилучшего в новой жизни. Встречает ее? Да, она как облако энергии такая. Сильная энергия у нее. Встречает. Отлично. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. И я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую тебя, Ли. Очень рада тебя снова слышать. Посмотри, пожалуйста. Гоманоид Сириуса. Семь месяцев сидел. Конструкцию установил. Еще на ноге была подключка. На руке была подключка. Пытался из него робота сделать. Душу не воровал. Душу не воровал, но воровал полностью. Биоробот включает душу. Забираем, остальное уничтожить. Так и есть. Благодарю тебя. Под его артефактами открывается воронка в галактическое ядро. Конструкции, все подключки уходят на переработку. Закрывай, опечатай, растаряй. Готово. Хорошо, давай заправим Николая энергией. Посмотри, сколько ему нужно энергии. Какая частота вибрации? 390 и 26. На счет 3 макушку головы Николая начинает поступать 7 высокоибрационных потоков по 390% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Николай, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Легко чувствую, легкие энергии очень. Активируйте мне Меркаба. Мы давали вам эту технику. Можем ее еще раз повторить. Не получается у меня. Хорошо, посмотрите на своем тонком плане. Мы давали вам фотографии. Вам нужно было визуализировать себя внутри двух треугольников, вращающихся в 3D в разные стороны. По часовой и против часовой стрелки. И себя внутри. Вот это и есть Меркаба. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в биополе Николая, активируем Меркабу. Активировано. Сейчас видите? Да, вижу. Отлично. Будем возвращать вас назад и сразу переходим к чистке вашей квартиры. У нее есть грани. Она очень красивая. Меркаба? Да. Ее нужно визуализировать, когда вы даете команду. Без визуализации у вас ничего не получится. Скорее всего, ее и не было. Вы повторяли просто слова. А здесь есть еще ключ. Ключ – это визуализация ваша. И попытка увидеть. Или можно возможность даже увидеть. Для этого нужно находиться в спокойном состоянии. Или лучше даже в состоянии альфа. Сейчас я вижу даже ее цвет. И все ребра. Грани. Грани. Хорошо. Возвращаем вас назад. Для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Николая в его систему биороба душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и звильники головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Квартиру Николая ты видел. На счет ли ты стоишь перед входной дверью его квартиры. Один, два, три. Ты перед квартирой. Я здесь. Входи в квартиру. Клетка установилась в зале. Да. Арахноид. Арахноид. Красный дракон. Есть. Черт. Какой? Пять. Есть. Демон. Есть. Здесь какой-то звук. Он как жужжащий. Это звук от плат. Гуманоиды. Они подсвечиваются в квартире. Один, два, три. Они есть. Здесь в этой комнате. И еще в одной спален. Хорошо. В этих двух местах внизу под платами открываю воронки в галактическое ядро. Срываете платы. И они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Вместе с ними уходит весь этот звук и все энергии этих плат. Закрываю печатание. Растворяю. Готово. Хорошо. Еще что-нибудь мешает? Нет. Идем дальше. Красный дракон. Ты все собрал? Да, снял. Хорошо. Я хочу получить слово красного дракона, что больше никогда не войдешь ни в это биополе, ни в эту квартиру. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Он забирает, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Арахноид, выходи, собирай всю свою паутину, если есть потомство. Ничего не забывай. Возвращайся назад. У него очень много на вид, а над входной дверью. Ну, наверное, там и жил, уже давно живет в этой квартире, Арахноид. Сколько ты живешь здесь? У него как свой портал туда куда-то внутрь. Это уже окон. Сколько ты находишься, Арахноид, в этой квартире по времени? Ему трудно это определить. Он начинает надуваться и пыхтеть. Это когда он думает, он надувается? Он сейчас слопнет. Не может ответить. Ладно, хорошо, хорошо, я понял долго, хорошо. Собирай все, возвращайся назад, докладывай. Я уже видел эти моменты, они не совсем... У него есть потомство в разных... Ну, потомство не появляется за два дня. В разных местах, то есть, они тоже все собирают. Хорошо. Небольшие Арахноиды. Представляешь, что было бы, когда они выросли? Готовы. Арахноид. Я прошу больше не приходить в эту квартиру, здесь все будет запечатано. Все понятно? Да, ему понятно, он дышит опять так. Не надо, успокойся, не надо здесь лопнуть. Надувается. Хорошо, открывается наверху портал против чистой стрелки на чистоте Арахноида. И он со своим потомством и паутиной уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Вещи бывают. Демон, ты свое все собрал? Собрал, как обещал. Ну, и я тоже обещаю. Держу свои обещания. Черт, выходи. Собирай все, что ты раскидал. Все диялки, сеточки, комочки. Ловушки. Ничего не забывай. Если ты на ком-то носки оставил, лучше сразу убери их. Если нет, возвращайся назад. Готово. Демон, кто мне покажет порталы? Черт пусть покажет. Пошли, черт. Показывай мне все порталы, я их буду закрывать. А ну, где был Арахноид, просто мы рядом здесь. Там действительно углубление какое-то внутрь. Там есть портал? Внутреннее, да. В этом месте внизу, открывая воронку в галактическое ядро, что портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чисто первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Там информация идет, что это углубил Арахноид. Я понял. Хорошо. Там энергии нехорошие были. Все ушло? Готово. Да. Отлично. Идем дальше. Он бежит в сауну. В какую сауну? Это та, которая использует, как склад? Нет, в другую. Вот, которая работает, это комната такая, да? Ему она очень нравится. Он там присутствует возле, как дальняя стена такая, там какие-то как платы тоже стоят. Они порталом уходят. Он показывает, как он переходит туда-назад. Ага, понятно. Хорошо. Ты видишь этот портал? Не слышу? Да. Хорошо. В этом месте внизу, открывая воронку в галактическое ядро, все, что там находится, уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Идем дальше. В этой же комнате, там как ниша какая-то. Там нет портала, но энергии там собираются. Верхний или нижний? Сверху или нижний? Они серые, там внутри она забита этими энергиями. Это не портал. Я понял. В этом месте внизу, открывая воронку в галактическое ядро, собирая все эти энергии, они уходят на переработку, закрывая, опечатывая, растворяя. Есть. Еще есть? Да, здесь стоит шкаф и посередине зеркала. Это портал. Вот это мы сразу поняли с тобой. Под этим шкафом внизу открывается воронка в галактическое ядро. Портал фантом и частицы. Портал уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Дальше здесь одна из арок портал. Под этой аркой внизу открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Дом, квартира полностью пробита. Все. Хорошо. Возвращаемся к клетке. Да, уютно вам здесь было. Я смотрю, столько порталов на такую квартиру. Заходи, приходи, бери что хочешь. Хорошо. Даю команду. На счет риск. Мысли и чувств. Пошел процесс. Одно здесь. Два таких вытянутых. Овала. Овала. Ну это уже сплюснутая. Это сильная концентрация. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро и сбрасываю этот овал на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Эмоциональный делю на две равные части. Демон. Черт, забирайте. Забирает. Отправляю каждому по его половине. Готово. Хорошо. Я прошу больше не приходить в эту квартиру. Я буду все здесь закрывать. Все понятно? Да. Открывается внизу два портала. Один на чистоте демона, один на чистоте черта. Демон забирает, что принес. Уходит на свою чистоту. Черт, забирает, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрываю, опечатываю, растворяю оба портала. Готово. Под клеткой тюрьмы открываю воронку в галактическое ядро и она уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Хорошо. Мы закончили. Отключаемся от квартиры. Поднимайся в комнаты диагностики. Пошел подъем. Уфа. Пошел под ожидали. Продолжение следует. Пошел под ожидает. Субтитры создавал DimaTorzok